По сложности этот вид спорта занимает второе место. У тенниса в Сарове богатая и интересная история. Один из его представителей Тамара Степановна Соколова, член сборной РСФСР, мастер спорта по теннису и тренер. Она наш новый гость в новом выпуске передачи Лица Сарова. Теннис возник в Англии в 1870 году в высших аристократических кругах. Поэтому в этом виде спорта всегда подчеркивалось уважение к сопернику и благородство. Такие же традиции Тамара Степановна Соколова поддерживает и в своей системе преподавания. Воспитанность, культуру, достоинство тренер считает важными составляющими воспитания спортсменов. Я работаю со взрослыми людьми. С чего начинается эта работа? Первое. Нужно поставить правильно технику. Ну, как балет. Там же их учат. Они стоят у станка. Техника. И здесь техника. Дальше. Здесь нужно поставить, ну, людям сказать об этике поведения. Это очень важно. Потому что приходят иногда люди, здесь определенно надо себя вести. Ну, вот с этим я сталкиваюсь. Ну, вот, например, в шутливой манере. Пришли ко мне новички. Как вы сейчас слышали, многие употребляют слово «блин». Вроде бы это жаргон. Вроде так, ну, здесь нельзя этого говорить. Это потом, когда я новичка, новичку не остановлю, он выйдет на соревнования потом и вот будет произносить это слово, а потом мне скажет, скажет, вы что? Здесь несколько тренеров работает. Нужна культура поведения, этика поведения. Это обязательно. Ну, всякие бывают потом. Знаете, у меня были случаи, некоторые взрослые себя немножечко, будем говорить, ну, грубовато ведут. Я пытаюсь их как-то, ну, воспитать. Если мне не удается, я все-таки разрываю эти отношения. Потому что это взрослые люди, они должны понимать, это характеры разные. И я вам скажу, это огромное счастье работать с вежливыми людьми. По природе своей вежливыми. И мне поэтому, когда мне звонят, нельзя ли к вам подойти там или что? Много таких звонков. Я говорю, подойдите, мне надо поговорить. Мне достаточно поговорить, и я чувствую, либо я порекомендую этому человеку к другому тренеру, либо я его возьму. Сразу вот уже с первых минут разговора видно, каков интеллект человека. Вот и все. Вот у меня такой принцип. Федерация по теннису в нашей стране возникла в 1903 году. В Сарове первые теннисные корты построили сразу после Великой Отечественной войны. Построили их для того, чтобы ученые, которые приезжали на объект, могли отдыхать, так как отпуска у них могло не быть по несколько лет. Юлий Борисович Харитон, когда был на стажировке в Англии у Резерфорда, он года два, два с половиной примерно года, он там уже научился играть в теннис. И вот поэтому здесь правительство нашей страны решило построить три корта, которые сейчас находятся у Дома ученых. Но раньше дома ученых там не было. Ну вот. И отсюда стал развиваться теннис в нашем городе. Потом примерно лет через 5-7-8 здесь уже стали много приезжать молодых специалистов. И в общем любителей играть в теннис было очень много. И там прямо была очередь, корты были заняты. Через некоторое время в Саров приехал молодой специалист Геннадий Прохоров. Он организовал в городе федерацию тенниса и стал ее председателем. Геннадий Семенович очень хотел развивать теннис, ведь до этого все играли на кортах как любители. Узнав, что в Горьком хороший уровень тенниса, он созвонился с федерацией города. И организовал товарищескую встречу между горьковчанами и саровчанами. Я тогда в Горьком жила. Мы пригласили их. Команда приехала из Арзамаса 75 примерно человек 15-16. Вот они приехали, устроили матч товарищеский. Конечно, они проиграли городу Горькому 16-0. Но они, хотя они и проиграли, но они как-то многому учились у нас. Ну, везде во всем. И техники, и как выглядеть, одежда, что была. Ну, в теннисе это очень строго. Тогда была белая одежда. Это в обязательном порядке. И вы знаете, они уехали с таким желанием у себя поднять теннис. И потом Геннадий Семенович понял, что это был любительский теннис. Ну, как бы вам сказать. Ну, в смысле в том, что игроки неправильно играли. Немножко коряво. Ну, как-то так. И он потом пригласил двух тренеров. Это Карен Григорьевич Киригян и Петр Александрович Казаров. И вот тут уже они стали работать со школьниками. Это официальные тренеры. Эти тренеры, они здесь буквально подняли теннис с детского уровня. Появились очень школьники стали выступать хорошо. После того, как Тамара Степановна окончила институт в Горьком, она приехала в Саров работать во ВНИЭФ. Но теннис не забросила. Продолжала тренироваться. Выезжала на различные соревнования. С 1971 года стала заниматься тренерской деятельностью. Тренировала многих научных деятелей и руководителей ВНИЭФ. В том числе и семью Илькаевых. Ради Ивановича и его супругу. Тамара Степановна, расскажите про себя, про то, как вы пришли в теннис, про ваше спортивное прошлое. Ну, я пришла в теннис и вообще оказалось в теннисе совершенно случайно. Мой папа был военный и в пятом классе его демобилизовали и мы приехали в Горький. И отцу дали новую квартиру в новом доме и там ЖЭК поставил стол для настольного тенниса. И мы, я училась в пятом классе, и мы дети с удовольствием летом играли. А когда лето прошло, то тогда, в общем, начались дожди. И мне понравился этот вид спорта, настольный теннис. И я попросила старшую сестру, ну, как бы вот записать меня в секцию. Мы только приехали, я не знала там, где, какие стадионы, где что. А старшая сестра говорит, а зачем тебе настольный теннис? А вот есть такой вид спорта, большой теннис, там очень красивые белые юбочки. Давай мы тебя запишем. Я говорю, давай. Принято было, старшей сестре нужно слушаться. Ну, и вот. И так она меня записала в секцию тенниса. И первый мой тренер был Бориславович Землянцев. Как-то раз на одних соревнованиях присутствовало руководство из Москвы, которое отбирало талантливых ребят. Тамаре Степановне Соколовой предложили войти в сборную РСФСР. На тот момент ей было 16 лет. Стали мои тренировки отличаться. Во-первых, у нас сборы были. Постоянно это в Сочи, в апреле, в июле, в Калининграде. И вот на этих сборах нас тренировали со старшими. Ну, спарринг-партнеры были старшими. Условия были созданы великолепные просто. Как-то, вы знаете, вот. И потом меня перевели уже в юниоры. И вот, когда я уже была в возрасте 18-21, вот постарше, там была уже спартаки... Меня включили в сборную и участие в спартакиане народов СССР, Москве. Вот. Ну, и вот в этом возрасте, в 21 год, я уже выполнила норму мастера спорта. Тяжелый труд спортсмена давала себе знать. Но на этом пути Тамару Степановну поддерживал горячий азарт. А с каждой победой появлялась и все больше укреплялась вера в себя. В сборной РСФСР теннисистка была на протяжении 11 лет. В 27 лет Тамара Степановна оставила спорт. Вышла замуж, родила ребенка. Но уже в 35 лет снова взяла в руки ракетку и стала выступать на ветеранских соревнованиях. За многие годы у Тамары Степановны накопилось много памятных моментов. С особым воодушевлением она вспоминает парад спартакиада народов СССР в Москве. Мне очень понравилось, вы знаете, когда шел этот праздник так величественно, красиво. И вдруг воцарилась тишина. И диктор таким спокойным голосом говорит, но с нами нет здесь тех спортсменов, которые погибли в Великую Отечественную войну. Тишина. Открываются ворота и на гаревую дорожку выезжает чайка с открытым, ну как бы без крыши. Там огромный венок на заднем сидении. И стоят два офицера. Ну и держат, ну как бы, держат честь. И вот эта вот чайка стала объезжать весь этот круг. И что меня удивило, диктор не дал команды, не подсказал. Люди, встаньте, он не говорил. И вот эта вся армада 90 тысяч людей, они медленно поднялись все. И такая тишина, что там, ну, раньше же были гаревые дорожки вот с камушками. Прямо было слышно, как шины, машины, вот прямо они шуршат по этой. И такая тишина. Вы знаете, многие плакали. Ну, у меня тоже слезы, близко тоже как-то слезы на глазах. Вы знаете, вот. И потом машина уехала. Это было очень величественно. Ну, красиво. Вот мне это очень остро запомнилось. Тамара Степановна была в Мюнхене на чемпионате Европы среди атомных центров в 1994 году. Через год она ездила во Францию в составе женской команды на чемпионат среди ветеранов 40+. Тогда команда вышла в финал и заняла пятое место. Весь свой опыт Тамара Степановна теперь передает воспитанникам. Группа новичков. Да. Да. Как вы с ними занимаетесь? Какие упражнения? Как вообще у вас складывается обучение в этой группе? Ну, во-первых, самые первые занятия с новичками, это примерно 4-5 занятий проходят. Вот видите ту большую стенку? Только у стенки. Это обязательно. Это постановка хотя бы первых навыков техники. И здесь вот они, у них вот сейчас занятие сейчас, а занятие начинается с того, что они становятся вот на линии хавкорта. Вот это линия полкорта, линия подачи. И там. И минуты 2-3 они разминаются, разминают мышцы, движения ракетки. Потом они отходят на заднюю линию. Здесь тоже по времени все. На заднюю линию. А вот теперь я им скажу. Теперь я им скажу. Минуточку внимания. Тренировка свечи. Тренируем свечу. Свеча – это вот такой вот удар в небо. Вот такой высокий. Потому что он нужен для того, чтобы когда сеточник, ну кто-то выйдет к сетке, обвести сеточника свечой. Тренируем игру с лёта. Пожалуйста, первые Лена и Нина – игра с лёта. Подойдите к сетке. Сейчас у Тамары Степановны занимаются 30 человек. Среди них как любители, так и опытные теннисисты. В каждого спортсмена она вкладывает большой труд и любовь. И даже в таком трудном виде спорта все равно относится к людям очень бережно и деликатно. Их надо поддерживать всегда. Вот это именно работа психолога. К сожалению, я не психолог. Как-то я интуитивно чувствую, когда человек придёт на тренировку, у него тяжёлое настроение. Иногда плохое самочувствие. Вот это я всё чувствую моментально. По ударам. Нет резкости ударов. Какая-то вот, вы знаете, грусть в лице. Нет радости. Это я чувствую. Я сразу посажу рядом с собой, поговорим, отдохнём. Кого-то я заменю там. Ну, это вот это я. Ну, я говорю, я не психолог, не медик. Не знаю. Ну, как удаётся. Ученики Тамары Степановны пришли в теннис по разным причинам. Многие хотели полезно проводить досуг, поддерживать себя в форме. А теперь они выезжают на областные и всероссийские соревнования. Участвуют и в городском турнире среди ветеранов на кубок РФАСВНИЕВ. Дети выросли, больше времени стало уделять себе, ну, чтобы поддержать себя в физической форме. С подругой решили, сначала занялись малым теннисом, вечером, в летнее время, в парке, столы у нас на парке Сосино есть. Потом как-то решили приобрести ракетки, даже не знали, как их выбирать, по какому критерию приобрели ракетки теннисные для большого спорта. Попробовали сначала на улице покидать мячик, ну, увлекательно. Потом стал азарт такой, чтобы удержать этот мяч. То есть пытались и всё, каждый вечер выходили на улицу, тренировались. Ну, в зимнее время, вот, в молодёжном центре снимали спортзал, там. И как-то однажды открывает дверь, женщина какая-то заходит и что-то нам говорит. Сначала мы не особо значение, а потом выяснилось, что, ну, как бы местный тренер, мы её тогда не знали, Тамара Степановна, предложила нам с ней позаниматься. То есть она нам покажет азы, как и ракетку держать, мячик, всё, правила игры. Ну, мы согласились попробовать. Сейчас уже так втянулись, что прямо очень на эти тренировки тянет. И команда уже, то есть приглашает нас с девочками, которые уже несколько лет занимаются. То есть уже себя как-то ощущаешь спортсменом, так скажем. Ну, вот, как бы всё. То есть Тамара Степановна сначала с нами так ласково, всё по-доброму, потом мы уже стали понимать, что она от нас требует дисциплину, как бы собранность, чтобы мы там не хихикали, как подростки. Вот, мы понимаем это всю серьёзность и уже действительно всё, правила рассказывается, постараемся их соблюдать. То есть уже как-то причастна к какому-то такому большому спорту. Занимаюсь Тамарой Степановной, это наш любимый тренер. В теннис пришла я больше 10 лет назад. Рядом жила, всегда видела, как играют, очень хотела заниматься самой. И так получилось, что придя как-то потренироваться самой, вот, Тамара Степановна меня увидела и предложила заниматься у неё. Так вот уже прошло очень много времени. Такой тренер, которых вот осталось мало, советская школа, старая закалка, такой классический красивый теннис, где гармонично всё. Это и поведение, что очень много внимания мы этому уделяем, поведение на корте, он объяснял правила. И отдать должное, и это огромный труд, очень сложная работа, собрать команду. У нас тренируется сейчас у неё около 30 человек, до сих пор приходят новички, с удовольствием, просятся. Мы их всех принимаем с радостью. И очень важно, что у нас сплочённый коллектив, все стали уже друзьями, близкими. И помимо того, что мы просто занимаемся теннисом, это просто прекрасная атмосфера на корте. Всегда хочется приходить, потому что ты расслабляешься, и Тамара Степановна, конечно, стала уже просто родным человеком. Для каждого спортсмена у Тамары Степановны находятся слова поддержки и ободрения. Многие ученики любят её за чуткость, внимательность и профессионализм. Я занимаюсь теннисом примерно где-то 9 лет. Я привела сына в секцию теннис, и самой всегда был интересен этот вид спорта. И поэтому решила заняться. Ребёнок у меня тоже занимается теннисом, но у другого тренера. А я занимаюсь у Соколовой Тамары Степановны, замечательный тренер. Мы её все очень любим, уважаем. Здоровье ей, самое главное, и долгих лет жизни. Пришёл абсолютно случайно. Увидел, как играют, давно хотел попробовать. Пришёл с нуля, пришёл, кроме Степановны, спросил, может мне научить. Пришёл довольно поздно, мне было уже 45 лет. Потихоньку, потихоньку, вот лет 7, наверное, уже в общей сложности играю. Ну, без всяких больших там и каких-то результатов. Просто играю, получаю удовольствие. Ну, Тамара Степановна, ну, это тренер, да, действительно, советской школы. Это сама доброта. Единственная у неё строгость в том, что если ты не соблюдаешь спортивную дисциплину, на всё остальное, даже если у тебя что-то не получается, даже если делаешь какие-то грубые ошибки, только добро слышали от неё, никогда не слышали упрёков или чего-либо. Наоборот, она всегда ищет даже положительные моменты в том, что типа для будущих побед ошибся, для будущих побед. В теннис я пришёл полтора года назад, вернее, даже мы с женой пришли играть в теннис. Нашли мы тренера как бы случайно, ну, посоветовали нам, что сказать о Тамаре Степановне. Она тренер хороший, добрый, всегда объясняет спокойно. Тамара Степановна историю тенниса в стране и в здоровье знает не понаслышке, ведь она сама часть этой истории. Тренер признаётся, что теннис дал ей очень много. И на первое место она ставит интересные знакомства и общение с разными людьми. Общение с людьми, общение – это великая вещь. У меня ученики мои везде путешествуют по всему миру. Они приезжают, рассказывают. Я много знаю, не только из газет, из радиотелевидения, но интересно рассказывают свои какие-то приключения, истории какие-то. Как вот вы знаете, что в книге рекордов Динниса есть такой английский мореплаватель Фрэнсис Чичестер. Он в 73 года в одиночку переплыл весь земной шар. И когда он приехал на своей яхте в Плимут, его также вот корреспондент спросил, «Вот вы три года были один на один с волнами, какой вы вывод сделали?» А он говорит, да, самое главное – счастье – это общение с людьми. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале «16». Субтитры создавал DimaTorzok